всем привет вот настал декабрь где у нас появляются новые бесплатные ассеты давайте на них взглянем первое это у нас easy комбо буферинг не знаю как переводится то ли легкая система буферизации то ли комбо системы буферизации мы просто будем смотреть как она работает запускаем давайте чуть-чуть допустим персонаж нажатие клавиши правой на мышке у нас прыгает если мы нажимаем вперед и нажимаем также правой клавишей он он должен по сути выпад делать но опять таки прыгает вот здесь удар идет нажимая на левую клавишу мыши то есть зависимости от количества он выполняет определенные функции может зависать когда дерется если мы возьмем меч здесь он тоже делает удары может тоже также зависнуть в воздухе или летать теоретически если при прыжке нажать правую клавишу мыши либо зажать ее возле удара он падает ну и вот так он здесь подлетает в общем здесь вот есть описание этих всех видов клавиш в общем побалуйтесь посмотрите также есть клавиша видимо блокировки она непонятно что делает просто приседания чем здесь особо ничего мы не посмотрим просто перейдем к следующей второе это греческий остров все сделано шикарненько это такая одиссея давайте загрузим ее для просмотра так надеюсь мы не появимся здесь персонажем но принципе нет отлично ну здесь вот куда же сделали кстати очень приемлемо потому что половина находится под водой здесь плавает у нас акула рыбки акулы конечно не изгибаются хотя может быть чуть-чуть только нет не будут а вот рыбки смотрите плавают стаей возможно в фикс также имеется вот такие вот хозяйственные предметы трава расположенная звездочкой цветочки плоские но прям видно конечно все это но стилизовано когда все совмещено в одном стилистике выглядит хорошо что у нас здесь есть деревья пальмы давайте пролетим к этим домам так вот дома не залететь скорее всего там нельзя ничего делать мадам с копьем ну и здесь давайте позже пролетим к этому персонажу здесь очень много сделано с помощью нормалек так но давайте будем смотреть что у нас сеткой но сетка конечно прям шикарно это конечно же немного сарказм потому что вы даже вот эти камни люди не заморачивались не репутали так но трава трава понятно есть некоторые нюансики давайте посмотрим что по шейдерам как вы видите здесь у нас камни конечно они выглядят не очень хорошо особенно это уж слишком белое это вода так давайте но здесь все отлично единственное с landscape вам какие-то проблемы шейдеров но есть воду я думаю что вода могла быть и получше но возможно здесь совместилась красный landscape и прозрачность воды перейдем к следующему это у нас стилизованный такой набор окружения сейчас мы тоже его посмотрим что он из себя представляет так это я не то загрузил овервив здесь вот такие вот травочки камни давайте запустим посмотрим по полигону все нормально по шейдерам есть какие-то проблемы видимо проблемы с водами либо что-то я путаю загрузим landscape пролетимся здесь но по сути как вы видели здесь небольшое количество объектов 1 2 пальмы одно дерево травка несколько видов цветочки однотипные но покрашенные в разные цвета я предполагаю даже скорее всего так я не то нажал давайте запустим полигонаж приемлем но что-то с landscape здесь здесь теория нормально сейчас шейдеры просчитается но landscape да в отличном принципе даже с такими вот здесь это у нас вода до вода хорошо даже эта вода хороша можно использовать у них постпроцесс нет это у нас это у нас blueprint его можно вот подкорректировать как вам необходимо интересно внизу что-то изменится такая фиолетовая часть стала под водой и ничего не изменилось только лишь наружнее совет четвертое здесь у нас идет плагин процедуру npc то есть он нам позволяет выставлять много искусственного интеллекта которые находятся в этих ботах то есть как вы знаете если их много у вас на локации будут проблемы данный плагин позволяет хоть какие-то модели оптимизировать в данном случае искусственный интеллект видимо либо они отрабатывают одно дерево поведения либо еще что то как вы видите да тут рандомный материал почему-то накинули и показали это в таком изображении следующее у нас викторианский дом давайте его загрузим проседает давайте включим fps чтобы хоть посмотреть что здесь но не показалось долгую прогрузка просто было так но дом конечно узковат фокусировка немножко сбивается это прямо для того чтобы хоррор делать как раз подойдет этот домик здесь эффекты которые у нас при моушен блюр немножко расплывается видимо создатели этого сета не отключил его можно окно открыть давайте быстренько взглянем что это это ткань понятно почему она такая честно и давайте шейдеры как минимум что мы можем посмотреть сейчас у нас подгружается чуть-чуть подождем ну естественно прозрачные материалы не агарка немножко красные но отлично принципе можем дальше пройтись так это это будет конечно проблемно пуститься так начинаем мы заново вот такие вот элементики газетки статуэтки кухонная утварь еда сами книги костер с материалом не очень конечно свечка которая не трепешет почему интересно так объекты больше никакие нельзя использовать только лишь пока дверь открывается ну давайте проверим ну вот кстати открываются но не все некоторые модельки прикольно сделаны в общем ассет рекомендую как минимум на первый взгляд он хорош ну на этом закончились пять ассетов которые раздаются только месяц не забывайте до конца декабря заберите какие необходимы далее у нас идут бесплатные которые стали либо навсегда либо временно но пока они вроде их можно забрать game fuse это у нас онлайновый сервис так скажем с помощью которого вы можете накинуть в игру антификацию то есть подключение по логину и паролю далее вы можете сохранять какие-то данные таблицу лидеров ну и многое такое другое принципе как и система от epic games и система как у стима но это на каком-то сайте с какой-то своей базы данных но это на каком-то сайте с какой-то своей базы данных это принципе рекомендую взять может быть когда-нибудь пригодится и можно будет что-то отслеживать здесь ремикап плагин система motion capture только без костюма отслеживается с помощью искусственного интеллекта по видео и формируется конечно отзывы не совсем положительные может быть сложно разобраться было может быть не было каких-то элементов в общем только лишь тестирование нам позволит это все опознать андрей плагин в общем для медиа агентов медиа агентов поддержки ну я предполагаю что это для обучения каких-то действий пока непонятно для чего здесь конечно бы прочитать описание что они нам хотят этим сказать разработка интерактивных игр для создания сложных интерактивных средств с несколькими агентами которые обучаются и адаптируются во время игры реалистичная симуляция окружающей среды и создатель реалистичная симуляция для обучения агентов средах реальные ситуации то есть я пока не совсем понял что это реальная симуляция чего ну в общем если интересны такие вещи берем и смотрим так это у нас платформа для разработчиков в общем sdk есть какой-то для центре это у нас платформа мониторинга приложений для исправления и оптимизирования производительности своего кода я предполагаю кода не глупринтов то есть если вы пишите на c++ как раз таки скорее всего она вам должна помочь вот эта штука но судя по скриншоту да он у нас индексирует какие-то части файлов и подсказывает что-то надо исправлять либо нет в общем создает дампы для исследований далее у нас визуальная event короче плагин визуально нажатие клавиш то есть вы включаете его и при нажатии любых клавиш каких-то у вас появляется вот эти получается менюшечки и также пишется лог какие вы клавиши нажали это я предполагаю больше для не разработки точнее для разработки не то что для игр в принципе в игре нам не нужно оповещение какая клавиша нажата модульная система стамины реплицированная то есть у нас можно стамину загнать персонажа и естественно при сетевой игре вы можете использовать и она у вас будет работать вещь отличная берем стамина нам может много где пригодится так flow yield paything поиск пути потока в общем для поиска пути видимо короткого пути здесь вот такие вот сферы и он видимо просчитывает как пройти да как видите накладывает сферы на landscape и предметы и формирует такую вот сеточку то есть там где зеленые он может пройти там где красные пройти невозможно очень интересно вообще как это все работает сколько это весит и для чего это может пригодиться показывает шарики но не знаю будет ли персонаж по этим меткам проходить это вопрос конечно здесь у нас 250 флагов всех или не всех государств но в принципе много в принципе что есть очень интересно знать в каких играх используются флаги тем более официальные за использование которых вам может все-таки прилететь конечно же но ААА разработчики используют их UI эффект function либрали в общем это у нас библиотека функций которые можно использовать для UI так почему он не переключил мне здесь у нас такие стандартные активные таб альфа канал переключение текстур в общем дебаг каких-то в общем много функций написано написано было бы описание гораздо проще было бы все-таки интереснее далее escape tools это у нас так разработка blueprint в общем тоже для каких-то действий не описано для чего перевод в общем чтение запись каких-то элементов видимо в массивы либо чтение либо проверки интересная конечно вещь но я ее закинул на всякий случай может быть когда-нибудь пригодится хотя большую часть всегда пишется вручную здесь у нас тоже нет никакого нормального описания это панель сведений сгруппировав переменные настраиваемые разделы ничего мне это конечно не дает только для визуальной так скажем значимости или как непонятно фильтрацию свойств уменьшение ошибок в процессе проектирования так 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 не то не то не понятно может быть и на этих скринах все-таки что-то сказано видимо видимо вот эти клавиши создаются как вы помните да в пятом движке вот есть вот такие клавиши которые у нас формируют определенные позиции то есть вы можете создать клавишу и выбрать определенные значения которые нам необходимы чтобы показывались вот как раз таки мы геймплей пишем дисплей name id и класс и у нас атрибуты и dash да должны вылезти как раз таки атрибуты и dash вылезли я понял для чего это нужно в принципе отличная вещь может пригодиться но главное чтобы все это настроить и главное чтобы это на все проекты ваши уложилась настройка а не только на один starship edit style в общем здесь настройка вашего вида графа то есть какие хотите визуальные части интересно только цвета изменяются либо полностью скорее всего только цвета да предварительно могу предугадать это здесь у нас плагин который взаимодействует с draft x импортера каком каким-то вещь для меня незнакомая ничего не могу сказать в общем какая-то вещь которая используется так это у нас так и не понятно что это в общем импортируют откуда-то либо модели элементы что-то интересное так copy vertex cover editor здесь у нас для клонирования вертексных раскрасок видимо то есть покраски не понимаю зачем на одну и ту же деталь необходимо копировать копировать альфу да то есть вы можете скопировать вертексные цвета по определенным слоям здесь у нас вот это нода откуда берется куда переносится и что именно так весело и интересно но главное чтобы понять для чего нам необходимо копировать вертексные цвета может быть может быть иногда проще создать новые на этой модели возможно и необходимо а гора rtc voice sdk в общем для того чтобы внедрить вашу игру либо приложение голосовой чат скорее всего тоже подключение будет именно к sdk а горе да то есть к их базе данных к их сайту и у нас следующее то же самое только уже видео sdk вы можете подключать свою камеру здесь к сожалению ничего не показывается ну вот вы можете свою камеру прямо в unreal ставить интересно в сетевой это все будет работать или нет было бы прикольно да что-нибудь создать такое чтобы в сетевой игре ваша ваша камера и вы там как-то без звука можете человеку объяснить куда пойти и он как раз таки будет смотреть на ваше изображение то есть вы по сути будете работать одновременно интересно нигде не видел похожей системы возможно возможно ли такое использовать так не слепер это штука у нас для мультиплеерного режима так скажем здесь при условии что ваш персонаж офлайн он как будто бы ложится и спит ну как вы помните в некоторых играх хотел бы вспомнить название но к сожалению я давно в эти игры играл там прям такая же система персонаж ложится когда ты начинаешь выходить либо в меню либо из игры ну на этом все в общем пишите что вам из этого всего понравилось я думаю что вот этот домик отличная вещь визуальный стиль конечно ни о чем четыре модельки ну и вот этот греческий остров в принципе тоже отличен отличный а на этом все до скорой встречи всем пока